В предыдущей серии Обвинение в смерти женщины повлекло за собой расследование Несмотря на то, что против него были выдвинуты серьезные обвинения Рикардо Давила выиграл процесс В его клинике подпольно делали аборты барышням из высшего света А потом одна из них умерла и все открылось Нам не до гостей Леандра? Я уговорю Фернандо купить поместье не ради себя А ради тебя Ради меня Дело в том, что служанка сеньора Дальвиара Это мать Изабеллы Компания Америка Продукционес представляет Производство Хосе Крусилия Ана Кольчеро Кристиан Мейер А также Тедди Гусман Нэнси Гонсалес Яхайра Орта Хавьер Эчевария Сантьяго Махил Пол Мартин и Хулиан Легаспи В сериале Изабелла Сюжет Мануэля Карлоса Автор сценария Анна Монтес При участии Марицы Киршхаусен Луиса Филиппе Альварадо Эмилио Бустаманте И Альфонсо Санти-Стебена Фильмиснимались Риналдо Arenas Уильям Тейлор Рафаэль Безачья Элита Бреро Илеана Карион Антонио Дульсадес Карлос Росел И Гледес Ермоза А также Регина Альковер Рикки Тосо Рикардо Фернандес Эрнан Ромеро Хесус Белаво Хавьер Вальдес И Лусия Ирурита Художник по костюмам Карлос Пасано Художник Гильермо Иса Композиторы Хорхе Тафур И Кристиан Монтоя Оператор Рафаэль Руиз Режиссеры Рубен Гербаси И Эдуардо Масиас Продюсер Рудольфа Оппе Ради меня Да Если он купит поместье Оно перейдет В полное владение Семье Тальвяр А значит И мне Неужели ты Никогда не мечтала о мести Итак Со временем Мне удастся убедить Фернандо Оставить это поместье В наследство Точнее В дар Верной служанке Мадам Риво Ну как тебе моя идея? Ты станешь хозяйкой В доме В котором Прислуживала господам Красивая сказка Жестока И смешная Как и та В которой дочь Мадам Риво Становится Дочерью крестьянки Это жестоко Почему ты не ценишь Жертву Которую я принесла Ради тебя Неужели Лиандра Теперь тебя Пугает Невероятная история Которую ты сама Выдумала Ладно Идем спать Приготовь Мою комнату Да Она хочет украсть у меня Изабеллу Она только за этим Сюда и приехала Помогите мне Прошу вас Проводите меня в гостиницу Где они остановились Я заставлю ее Выслушать меня Завтра с утра выезжаем Да, сеньор Вас что-то тревожит? Да нет Мы опять немного повздорили с Кларой Если вы позволите То в любой семье Периодически Возникают Недоразумения Откуда столько познания О семье У закоренелого Убежденного Холостяка Я холостяк Поневолевый Влюбленный Без ответа Но у меня есть Женатые друзья И пример родителей Когда отец с мамой Начинали ссориться Наш дом превращался В пылающий факел Моя мама Царствие небесное Хватала со стола Кастрюли И швыряла Об стенку Так что стены Дрожали Я это помню Как сейчас Надеюсь Мы с Кларой Никогда до этого Не дойдем Иди спать Завтра нас ждет Долгий путь в Лиму Да, сеньор Доброй ночи Доброй ночи Когда я смотрю На этих бедных женщин Дурно одетых Которые пытаются Заставить Сплодоносить Эту землю Я завидую им Это от незнания Да Мне завидно Ведь они Несмотря на свою нищету Так реальны Так живы А я лишь выдумка Я вижу что они Они счастливы Я спрашиваю А была ли я Когда-нибудь счастлива Да Была Когда жила с мамой Годы проведенные с мадам Риво Были прекрасны Как мне ее не хватает А что тебе мешает Быть счастливой с Фернандо Неужели тебе мало иметь рядом мужчину Который тебя боготворит Этот мужчина Мечтает о ребенке Которого я Не в силах Я все уладила Доктор согласен Еще одна ложь Еще одна Доктор Кесадо Придумает Как заставить врача Убедить Фернандо Что он болен Боже Какое чудовищное Нагромождение лжи Предоставь это мне Как всегда Я обеспечу тебе Твою привычную жизнь Да Тоскливую Нет Счастливую Достойную твоего воспитания Достойную дочери Мадам Риво Синьора Простите Вы синьора Леандро Да Это я С вами желают Побеседовать Ты поклялась Что не вернешься Мне пришлось Нарушить клятву Ты вернулась за ней За моей дочерью Я вам уже объясняла Изабелла умерла для меня Когда ее забрали Чтобы отдать вам Тогда Зачем ты здесь? Моя дочь Решила сопровождать Мужа Сестры не должны Встретиться Но для этого Вам стоит Принять предложение Синьора Де Альвеара Нет 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 Утром мы уезжаем В Лиму И если вы откажетесь Синьор Де Альвеар Найдет способ Вам помочь Он вернется А с ним моя дочь И я Хорошо Я согласна принять Его деньги Я его извещу Чем дальше будут Сестры друг от друга Тем лучше Для меня И для вас Поклянись Что никогда Сюда больше не вернешься Леандра Я не стану этого делать Здесь прошла моя жизнь Здесь я когда-то родилась Будь ты проклята Будь ты проклята Леандра Будь ты проклята Почему мама Отказалась Принять деньги Ну что могло Ее так сильно Взволновать Расскажи мне Чем этот господин Сумел ее Так разозлить Марьяна От меня опять Опять что-то скрывают Кстати Ты была у него На свадьбе год назад Да? Он дурной человек Что мешает нам Принять его предложение Значит я права Меня опять держит неведение Довольно, Изабелла Не надо Если твоя мама Отказывается от его денег Мы тут бессильны Нет Мне очень жаль Но я намерена Утром Поговорить с ним Или с его женой Изабелла Никому не говори Но твоя мама Хочет отправить тебя В Испанию К Габриэлю Что? Она отказалась от денег На что же мне ехать? Моя мама потеряла рассудок Как Клара? Ей лучше Она отдыхает Пожалейте ее Результаты последнего посещения доктора Давилы Ее сильно расстроили Но это пройдет Да, я должен быть к ней более внимательным Не вините себя Вы оба мечтаете о ребенке И это нетерпение Играет против вас Не подгоняйте время Вы говорите Как ее мать Материнская Любовь мадам Рево Кларе Была безгранична Видимо Она передалась мне Да, конечно Иду к жене Дайте ей немного отдохнуть Да Ей здесь плохо А я надеялся Что поездка ее развлечет Я очень рада Что мы с вами пришли к согласию В этом вопросе Но есть еще одно дело Только что здесь была Синьора Линарес Она рассказала мне о разговоре Который состоялся У вас в поместье И передала вам Своё согласие Что вам? А почему она не пришла ко мне? Доброе утро Доброе утро Донни Гертрудис У нас гости Она всегда просыпается С первым лучом солнца Она ангел С ней так легко Мне больно видеть ее Такой беспомощной А в молодости Она была боевая Да Это так Вы ее знали? Нет Лишь понаслышке От знакомых Синьора себя прославила Я жду Донью Росарию А пока могу развлечь Вашу хозяйку Правда Вы сделаете одолжение А я пока в комнатах Приберусь Вы меня помните? Вы знаете Кто я? О, посмотрите Я была служанкой В этом доме Служанкой Которой вы хотели Жить со светом Я Леандра Куда подевалась Леандра Только она сумеет Это упаковать Я не могу даже уехать нормально Не напоминай мне Что нам не стоило приезжать Я лишь хотел провести С тобой пару дней вдвоем Из Леандры Я ошибся И признаю это Не расстраивайся Ты не виноват Но здесь так душево Жарко Пустынно Мне все равно Где жить В Париже Или на Северном полисе Главное Чтобы ты была Рядом Но у тебя Иное мнение Неужели у тебя Не вызывается Страдание Эти люди Ты думаешь лишь о себе О своем комфорте О том Как тебе неудобно Прости меня Я знаю Да Я бываю несносной Но пожалуйста Попытайся понять Разумеется Мне жалко этих людей Но еще больше Мне бывает жалко себя Меня убивает Невозможность иметь ребенка Это не должно Отразиться на нашей любви О наших чувствах Друг к другу Верно? Мы уже давно решили Что сделаем все возможное Чтобы у нас появился наследник Клара Я тебя очень люблю Я знаю Знаю Нет Не здесь Любимый Нас ждет за корею Пусть подождет Нет Не надо Только не здесь Здесь все дышит Тоской Здесь затхлая атмосфера Давай вернемся в Лиму Пусть это случится дома Я Леандра Истинная любовь Вашего сына Которая родила ему Двоих дочерей Вы послали убить меня И забрать моих девочек Вы своими руками Разбили на куски И мое счастье Да Проклятая ведьма Да Я Леандра Я почитала вас мертвой Изъеденной червями Двухметровым слоем Бесплодной земли Но Бог не дает вам смерти Она была бы слишком Щедрым даром Я желаю вам прожить Тысячу лет Высохнув Как головешка Призывая скорую смерть Ваши грехи Склоняют вас к земле Ваша вечная ярость И гнев Выжгли вам внутренности И все же Ваши страдания Несравнимы с моими муками Леандра Она самая Вы осмелились отнять у меня Священное право Каждой женщине Растить своих детей Да и вы никогда Не любили Андреса Вы измывались над ним Вы вечно унижали его Только после своей смерти Он сумел обрести мир и покой Вдали от вас Вы породили только гнев И ненависть Не вздумай умирать Старая карга Я еще не все сказала Да и нет для тебя места И на небе Леандра На небе нет для нее места Как и в аду Итак, сеньора К делу Сеньор де Альвеар Принял все ваши условия Я должна тебя благодарить Мы квиты Нам удалось избежать Встречи обеих сестер И я наконец Отвела душу Со старой ведьмой Сеньор де Альвеар Так и вышло У нее внутри все умерло Как и у меня Любимый Ты опять торопишься А который час? Твой брат скоро придет Не думаю Он найдет возможность Убедить Клару Погостить у друзей У нас с тобой еще масса времени Не спеши Но это рискованно Дорогой Но кто любит Тот всегда рискует И это придает нашей жизни Особенный оттенок Страсти Мельчайшие детали Приобретают Новое звучание Отдохни Я принесу завтрак Не бойся, мой маленький Я мигом Хорошо? Да? Мне встать? Привыкай, радость моя После нашей свадьбы Я буду приносить тебе завтрак в постель Тебе нужно восстановить силы Для новых подвигов Я тебя не отпущу Не верь своим глазам, Дельмира У светской дамы не бывает Зверского голода Нет Мне одной не осилить Такой обильный завтрак Сеньора Позвольте мне Да что с тобой, Дельмира? Ты уже давно тут работаешь А все удивляешься Эй Что тебя напугало? Ты дрожишь, как лист на ветру Что случилось? Вы меня не выгоните Я? С чего вдруг? Вчера вечером, сеньора Я вам помешала Но я решила, что это вернулись Господа Все ясно Тебе не о чем беспокоиться Дельмира Перед тобой влюбленная женщина Неспособная причинить зло своему ближнему Вы серьезно? Да Я всегда серьезно Если ты никому не скажешь Я тоже промолчу Ни слова, сеньора Клянусь вам Это секрет Отлично Значит, договорились Вы нашли Свою старую дружбу? Разумеется Странные тут нравы Назначать встречи на рассвете Я решительно Предпочитаю город Я тоже Закариас Да Неси скорее чемоданы Слушаюсь Мне не терпится Уехать отсюда Доня Росария Доня Росария Доня Росария Да Я здесь Я не могу найти Изабеллу Чтобы предупредить Что ей нет нужды Встречаться с Де Альвиаром Эстебан сказал Что она оседлала лошадь И отправилась в поселок Нет, Боже Не допусти этого Доня Росария Доня Росария Доня Росария Закариас Закариас Закариас, поехали Изабелла Зайди ко мне на минутку Потом, Дон Хасинто У меня срочное дело Но мое дело тоже не может ждать Нет, не сейчас Хозяин мукомольни Выразил готовность Пожертвовать Несколько мешков муки Для твоих деток Спасибо Я поговорю с ним позже Но он настаивает Мне он ничего не даст Хосе Хосе Ну ладно Я скажу ему спасибо Что-то случилось? Нет Показалось Изабелла? Вы уверены, что сеньоры Дель Виар уехали? Таких людей невозможно не заметить, сеньорита Они отбыли пять минут назад Ой, что же мне делать? Изабелла Ты видела сеньора Дель Виара? Нет Боюсь Вы рады тому, что мы Упустили единственную возможность Спасти наше имение Вы облегченно вздохнули Не понимаю, в чем вы находите удовлетворение? Ты меня не слушаешь? Нет, чего же? Его зовут Август Он из хорошей семьи Достойной семьи Все, как ты любишь Что тут добавить? Скажи, что с удовольствием пообедаешь с ним Мне не терпится представить его вам Может, завтра? Завтра Я надеялась, что мое замужество тебя обрадует Да я очень рад Неужели по мне это незаметно? Проблемы с Кларой? Я разочарован поездкой Кларе не понравилась Пыльная дорога Бедность Грустная картина Я согласен Но ее ничто не интересует Ничто не трогает Кроме своих мыслей Она словно замкнулась в себе Боюсь, ее одержимость мешает ей иметь детей А может, ее пугает твоя одержимость? Отталкивает ее от тебя? Очень может быть Виктория, я верю, доктору Давили как никому другому Но мне не терпится поскорее получить положительный результат Оказывается, что мы начинаем все сначала Я думаю, для нее это тоже удар Да я все понимаю Но иногда я чувствую некую странность в ее поведении Это что-то смутное Неуловимое Я замечаю в ней пустоту Бескрайнее одиночество И мне начинает казаться, что моя Клара Растворяется в океане грусти, который мне не переплыть Я люблю ее Но мне не достучаться до ее сердца Как ты любишь все драматизировать? Клара тебя обожает Но вы с ней слишком много общаетесь с врачами И слишком мало друг с другом Вам нужно развеяться Поэтому я и осмелилась пригласить моего Августа отобедать с нами Он сумеет поднять вам настроение Я очень рад, что ты наконец устроишь свою жизнь Виктория Скажи, ты действительно любишь его? Я чувствую скрытый подтекст Ты хочешь знать, забыла ли я Эрнана? Я до сих пор не пришла в себя от потери Я любила его Да Очень любила Но с Августа все иначе Для нас, Клары, настанут новые времена Ты меня приободрила Спасибо Клара тебя не разочарует, братишка У тебя есть все Любящая жена Обожающая тебя сестра Не хватает только наследника Он появится И очень скоро Как я мечтала Вернуться домой и принять ванну Браво Ты сказала, домой Это твой дом Он всегда будет твоим Дай мне передохнуть После долгой дороги Синьора Виктория пригласила на обед своего нового воздыхателя Она попросила совета по меню Я порекомендовала фуагра, филе миньон Да Какие деликатесы А также красное вино, шампанское Старинное семейное серебро Вышкаленная прислуга Верно? Да Я вижу, ты развеселилась Я словно перед казнью смехом заглушаю ужас Кстати, я не уверена Стоит ли убеждать Фернандо, что он болен Синьор Леандро, вам звонит доктор Кесада Мама, ты приняла деньги Но твое поведение меня удивляет Чем ты опять недовольной забыла? Воспользуйся этим даром, чтобы спасти поместья от разорения Мама, у меня есть основания думать Что вы очень боитесь моей встречи с синьором де Альвеаром И я хочу знать, почему Изабелла! Изабелла! Доня Росария! Изабелла! Доня Гертрудис не дышит Бабушка 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 Еще одна смерть Она причинила столько зла Были Паселезда Падра Рубена Алло Алло Моя уважаемая Леандра Простите за поздний звонок Но важность нашего дела Сейчас слишком поздно для светской беседы Вы все выполнили? Разумеется Я блестяще справился с задачей Вы будете потрясены информацией Которую я раскопал О докторе Давиле Надеюсь, вы понимаете Насколько это важно Я уверен, это перевернет судьбу вашей дочери Запомните, Кесада Я не люблю понебратство Вы в последний раз Так выразились о синьоре Кларе И тем более по телефону Прошу простить мою оплошность Я оговорился Ваши оговорки участились Прошу вас Не держите зла Завтра утром ждите меня в офисе Надеюсь, что ваш материал окажется удачным Мне противно тратить на вас свое время Я очень рада, что завтра увижу Августа Твоя сестра от него без ума Меню уже готово Но меня беспокоит десерт Как ты считаешь Шоколадный мусс подойдет? Что с тобой? Ничего Ты сердишься? Нет Но я тебя не понимаю Иногда ты мягче масла А иногда становишься тверже железа Не пытайся понять Просто люби Клара, а ты Меня любишь? Больше всего на свете Тогда почему же ты закрыла от меня свое сердце? Почему ты бываешь чужой? Я так сильно люблю тебя Что иногда боюсь Показаться навязчивой У каждого есть проблемы Но я не допущу, чтобы мои заботы Омрачили твою жизнь Но я хочу познать тебя всю До конца Не спеши Поцелуй меня Пожалуйста Возьми мое сердце Прогони призраков Подари мне Ребенка, который принесет нам счастье 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 Нет. Нет! Он надругался над Леандрой. Это послужит вам уроком. Я не позволю устроить притон разврата в моем доме. О, боже. Идемте. Здесь нечего делать. Росария, постой. Это твоя дочь. Ты не пролила ни единой слезинки, тетя. Бабушка зажилась. Мои слезы давно успели высохнуть. Тетя, почему ты так испугалась Фернандо Дальвиаро? Из-за служанки Клары Риво? Это из-за нее? Из-за Белли грозит опасность. Слишком много вопросов для поминок, дочка. Теперь я понимаю ваше отчаяние. Вашу боль после смерти дяди. Нечего здесь понимать. Прошлое следует хоронить. Или бежать от него. Убеди Изабеллу скорее уехать в Испанию. У меня страшная догадка, тетя. Это служанка, мать Клары и Изабеллы. Значит, они двойняшки и у них один отец. Фильм переведен и озвучен компанией «Интра Коммуникейшнс». 2002 год. «Интра Коммуникейшн» И needs category ухажни какой-минги? Идите из-за тех, ботина. Субтитры подогнал «Симон»